В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. В начале коротко о главном. Приютили, обогрели, накормили. В Дагестан прибыла очередная группа беженцев из сектора газа. Им все теплые слова. Мероприятия в честь Дня Матери, организованные благотворительным фондом «Инсан», прошли в 10 городах России и в 32 районах Дагестана. Сибирь – территория диалогов. Делегация из Дагестана приняла участие в форуме по сотрудничеству представителей двух конфессий – ислама и православия. Об этих и других событиях дня более подробно. В Дагестан сегодня утром прибыла очередная группа беженцев из сектора газа. Сейчас в нашей республике в безопасности 150 палестинцев, 80 из которых – это дети в возрасте до 17 лет. Беженцы приехали к нам на поезде в составе трех групп. Первая и вторая – в минувшие выходные, в том числе ночью. Их на железнодорожном вокзале встретили представители правительства, МЧС, медики и психологи. Мы готовы и к приему большего количества людей. У нас имеется достаточное количество финансовых средств в резерве правительства Республики Дагестан. Мы уже видели для встречи первых групп 8 миллионов 200 рублей из бюджета Республики Дагестан, из резервного фонда. И эти деньги пойдут на обустройство и создание комфортных условий. В настоящее время иностранные граждане находятся в пункте временного размещения, развернутого на территории одной из столичных баз отдыха. Они остановились в чистых теплых номерах, получают необходимую медицинскую и психологическую помощь. В скором времени будут решаться вопросы трудоустройства взрослых и обучения детей. На территории базы отдыха организованы игровая площадка и школьный класс, где мальчики и девочки будут учить русский язык. Затем их определят в образовательные учреждения Республики. Во время встречи к премьер-министру региона Абду Муслиму Абду Муслимову с важной просьбой обратился палестинец Самир Сакер. Благодарим вас. Очень-очень, хамдуллах, что мы пришли сюда. Очень много, хоть как придем в себя, дай бог, судьбу трамвана. Нас интересуют наши дети, во-первых, наши джонки. Чтобы была связь между нами и нашими родителями, чтобы там, ну, хотя бы, какой-нибудь связь. Муфти Дагестана принял у себя помощника главы Дагестана Магомеда Гаджи Магомедова и журналиста Исрафила Исрафилова. Гости рассказали о поездке в Египет, куда они доставили гуманитарную помощь для палестинцев и откуда сопроводили беженцев из сектора газа в Дагестан. Общались с ними, разговаривали. Еще мы показали, как Дагестан после священного главы Дуа делает. Они, когда увидели это, они плакали. Сказали, только Дуа делает, это может нам помочь. Вот. И пока 50, 20, 30, вот так каждый день выпускают оттуда. Это у кого есть гражданство, если семья есть, у кого-то гражданство в России, и они могут вывести своих семей оттуда. Дуа, которые сам на месте работают, они оттуда, с Каира, везут в сторону сектора газа, ближайшие города, оттуда берут это. Все, кто причастен, жертвовал, они все пишут, комментируют, что мы счастливы, что мы сегодня смогли помочь палестинцам вот таким образом. Шейх Акмадафанди рассказал, что искреннее сопереживание боли мусульман обязательно для каждого, но испытывают его только те, у кого в сердце есть искренняя любовь к братьям по вере. Муфтий выразил надежду, что временное перемирие окажется окончательным. Дагестанцы, мы же всегда показали, что мы гостеприимные люди, мы друг друга уважаем, мы уважаем всех людей по мере необходимости. Алхамдуллах, в данном случае палестинцы, жители Газа нуждаются в помощи. Будем поддержать, вначале, вот видите, душа радуется, когда что-то хорошее слышим от дагестанцев, конечно, радуется душа. Вам удачи, вам здоровья, вам благополучия. Мы просим всегда Всевышнего, чтобы все в дальнейшем сложилось хорошо, и вот это кровопролитие, чтобы остановилось, что в ваших силах вы сделали. За это и вам сделаем. Алхамдуллах, вам слава. И еще одна встреча духовного лидера Дагестана. На этот раз в конференц-зале Муфтията Республики с делегацией из Тарумовского района. В мероприятие приняли участие имамы, представители отдела просвещения, газеты «Ас-Салам», фонда «Инсан», общественники и Аксакала муниципалитета. В ходе беседы гости рассказали о проделываемой работе на местах. Шейх Акмад Афанди со своей стороны сделал ряд ценных наставлений и рекомендаций по улучшению просветительской деятельности. Алхамдуллах, за то, что Аллах нам дал возможность вот так более-менее, мы не говорим идеально, более-менее работать, а читаться и друг другу лицо смотреть, за это тоже мы благодарим священному. И мы должны знать, всех направить на истину мы не можем. Мы во время пророка не жили, но все-таки историю знаем, чем только его не обозвали. За что? За то, что он истинное слово, слово священному до них доводил. Всего лишь. Он их земли не захватывал, он их родителей не убивал. Он только говорил, если вы так будете поступать, вы попадете в рай. Всего лишь, он это говорил, за это и колдуном, и кем только его не обозвали. Когда нас обзывают, значит мы на правильном пути. Вот это мы должны помнить и не переживайте особо. Химьян Альгараев – это название книги, которая была представлена на презентации в Гуманитарно-педагогическом колледже Махачкалы. Автором произведения является выдающийся ученый Мухаммад Яготлинский. По словам руководителя исторического центра при ДГИ Мурадулы Дадаева, в ней говорится об эпохе великого имама Шамиля и о различных периодах его жизни. Изначально рукопись была написана на арабском языке, однако после было выпущено сокращенное издание. Это книга, которая еще не была издана, в период мы издали ее. Это укороченный вариант книги Химьян Альгараев, автором которой является имам Мухаммад Сен-Кади Гигатлинского. Он был наибом имама Шамиля и он описывает этой книге некоторые факты, которые раньше не были известными. Эта книга завершается в том главе, где стал шахидом наиб имама Шамиля известный Ахвердил Мухаммад. И укоротил эту книгу еще другой известный ученый тоже из Гигатли Мухаммад Аль-Хусейни. Делегация из Дагестана во главе с полномочным представителем Муфтията Республики Шамилем Алихановым приняла участие в форуме «Сибирь. Территория диалога», посвященном сотрудничеству представителей двух конфессий – ислама и православия. Форум проходил в городе Томск. Шамиль Алиханов передал участникам форума слова приветствия от имени Муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди. Полпред Муфтията в своем выступлении также отметил «Мы живем в уникальной стране, в которой на протяжении многих столетий мирно сосуществовали представители разных культур и конфессий. Мы разные, но мы едины». На мероприятии также присутствовал глава Духовного собрания «Мусульман России» Муфтий Альбир Хазрат Кырганов, губернатор Томской области Владимир Мазур и руководитель Духовного управления «Мусульман Сибири» Муфтий Зулькарнаев Хазрат Шекерзянов. 26 ноября вся страна отмечала День Матери. Мероприятия в честь даты, организованной благотворительным фондом «Инсан», прошли в 10 городах России и в 32 районах Дагестана. Матери детей с ограниченными возможностями здоровья, матери участников СВО, матери героини – все они были приглашены на торжества. Айша Тухаева расскажет подробнее. Праздничный фуршет в честь Дня Матери в Махачкале был организован в ресторане «Центр». Цветы и подарки, которые обрадуют любую женщину, дарили всем приглашенным мамам. С поздравительным словом к ним обратился генеральный директор фонда «Инсан». Мы все прекрасно знаем, что такое мама. Это то теплое, та забота, то внимание, которое ни один папа, наверное, не наверное, а точно не может уделить своему ребенку. Поэтому значимость мамы очень большая, благополучие, радость, чтобы действительно вот мамы, они всегда были, чтобы они всегда радовали нас. Мероприятие посетили также общественные деятели и богословы. Каждая мать должна это ощущать, осознавать, не забывать. И в тот момент, когда ребенок по своему обыкновению, по своей привычке, когда дети нас отвлекают, иногда надоедают своими капризами, все-таки мать должна сдерживаться и показывать свой благородный характер. Эсид Касумова родом из Дагестана. Более 20 лет назад она вышла замуж за палестинского врача. Сейчас у них пятеро детей, находятся они здесь в безопасности, живут у родной сестры Эсид в Махачкале. Но отец семейства остался в секторе ГАЗа каждый день. Он оказывает врачебную помощь жертвам. Дагестан в эти дни радушно принимает беженцев из Палестины и готов предоставить им все условия. Хочу поприветствовать наших гостей, которые сегодня здесь, и пожелать вам всего того, что я сейчас пожелала мамам, вам всем. И помните, я хочу, чтобы вы поняли, что добро всегда побеждает слож. Вот запомните, пожалуйста. И добро пожаловать. Мы вас очень ждали. Я надеюсь, вам очень понравится. Присутствующие на мероприятии поблагодарили фонд «Инсан» за постоянное внимание и заботу. Айша Тухаева, Ислам Халиков, новости ННТ, Махачкала. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин